Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро! Сегодня я вам покажу несколько упражнений на пресс. Ложимся на спину, поднимаем ножки на 90 градусов, отпускаем вниз, только на пол не кладем. Несколько подходов сделали, то же самое, только на 15 градусов. После этого мы переходим на следующее упражнение восьмерки, то есть рисуем восьмерки. Нарисовали. После этого руки за голову, поднимаем голову и плечи. Доделали. Теперь поднимаемся полностью, руки касаются пола и в исходное положение. Доделали. Выпрямляем ножки, ложим их на одну сторону и на вторую сторону. И завершаем мы пресс всегда планками. Есть несколько видов планок. Мы делаем планки на руках, на локтях, боковые планки на одну сторону и на вторую сторону. После этого также переходим на локти, поднимаем одну ножку, вторую ножку. Ложимся на животик, поднимаем ручки и ножки. И каждую планочку желательно по 2 минуты. Спасибо. С вами была Инна Сенделеева. Для того, чтобы скинуть вес, нужно потреблять меньше, а работать больше. Имеется в виду физическая работа, конечно. Если вы от ног до головы исключительно офисный сотрудник, то вам, конечно, сложно. Буквально придется питаться воздухом, чтобы ваши калории пошли в минус. Но сегодня мы поговорим именно о маленьких порциях и представим вашему вниманию рецепт мини-пирога с мясом. Как распорядиться вашими дневными калориями, решаете только вы. И если в ваш калораж помещается такой пирог, то милости просим к столу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Но увлажнять воздух очень важно в зимний период, когда квартира очень сухая. Ведь обогрев работает сильно и из-за этого в сухом теплом воздухе размножается большое количество бактерий, которые являются впоследствии возбудителя всевозможных неприятных заболеваний. Если вы заботитесь о своем здоровье, то вы должны знать 5 способов, как увлажнить воздух в помещении. Это очень просто и абсолютно не надо покупать дорогие аппараты, хотя с ними конечно проще, но если просто необходимо увлажнить воздух здесь и сейчас, то наши советы вам пригодятся. Пять способов увлажнить воздух. В отопительный сезон, когда батареи сильно сушат воздух, самым простым и доступным способом увлажнения воздуха является регулярное проветривание. Открывайте окна на 10-15 минут не менее трех раз в день. Чем шире будут открыты окна, тем быстрее проветриваться помещение. Это самый простой и доступный способ увлажнить воздух. Расставьте на подоконниках емкости с водой. Испаряющаяся вода гарантирует хорошее увлажнение воздуха в комнате. Не забывайте вовремя подливать воду в сосуды. Это эффективный способ увлажнить воздух в помещении, но не очень гигиеничный. Почаще промывайте емкости с водой, чтобы в них не размножались бактерии. Комнатные растения благотворно влияют на микроклимат в помещении. При этом они не только повышают влажность воздуха, но также ионизируют его. Особенно много влаги способны отдавать домашний папоротник. Комнатная липа, фикус, троцена, гибискус. Регулярная влажная уборка поможет не только увлажнить воздух, но и избавиться от пыли. Особое внимание стоит обратить на шторы и ковры. Почаще стирайте и вытряхивайте их. Используя пульверизатор, увлажните шторы и распылите немного воды в помещении. Уровень влажности придет в норму и дышать станет комфортнее. Установите в помещении аквариум или декоративный фонтанчик. Они прекрасно вписываются в интерьер и при этом увлажняют воздух. Ну что ж, дорогие телезрители, мы рады приветствовать в нашей студии гостя нашей программы Игоря Шевченко. Сегодня наша программа будет пропитана поэтическими нотками. Мы будем разговаривать о высоком и о том, что преследует высокое искусство. Мы узнаем сегодня много интересного. Игорь, расскажите, пожалуйста, о своем виде деятельности, о своем творчестве, о том, как вы к нему пришли. И чем пропитаны ваши произведения? Да, это интересное очень событие случилось в моей жизни. Наверное, где-то 7 или 8 лет назад я похоронил очень близкого мне человека и неожиданно открылся дар писательский. Сначала буквально пылились стихи, я начал писать. Сначала это в каких-то очень таких смешных, маленьких каких-то выражалось строфах. Потом познакомился с людьми, более опытными, нашими уральскими поэтами. Они подсказали, как это делается. И уже осознанно, осмысленно, по количеству строф, рифм я начал писать. Потом начал немного, конечно, читать и Пушкина, и Лермонтова, и Блока, Ахматова. Познал очень много. А вот когда буквально уже научился, вот у меня прям точка отсчета, я помню, что да, вот я знаю, как писать. И у меня буквально вот прорвало. Я где-то за полгода написал около ста стихотворений. Они не все изданы в моей книге стихов. Ну, они очень мне приятны, тем не менее, это как часть моей души. После этого меня заинтересовала проза. И я уже начал такие писать, рассказы какие-то, миниатюры. А затем мне посоветовали обратиться на сервер российский проза.ру. И вот сейчас у меня выставлено там сто с лишним произведений. Это и стихотворения, и миниатюры, и рассказы, и юморески. И это три года назад, три года назад, меня первый раз номинировали на премию «Писатель года». Ну, это было, конечно, удивительное событие. И первый раз, когда я заглянул и увидел это объявление, которое пришло ко мне в кабинет электронный, я ходил по городу, наверное, с полчаса, как будто вот на крыльях летал. Было такое ощущение необыкновенное. Но все же мне уже около 50. Я, значит, собрался, успокоился, проанализировал, за что, почему, как. Ну, конечно, наверное, это интересно в 25-30. То есть это стимулирует там еще лучше работать, там еще, значит, какие-то результаты достигать. А когда тебе под 50-50, ты просто пишешь хорошо, да, отмечаешь, да, вот тебе сказали, что ты талантливый, что ты там успешный. И все на этом. Ты работаешь не хуже и не лучше. Ты также кропотливый, тщательно подходишь к стилю, к рифмам, к темам, к смыслу того, что пишешь. Вот чтобы обязательно это было не только мне интересно, но и людям было интересно. Сама номинация, она ко многому обязывает. Это нужно издаться в альманахах, в эхах. Потом, значит, нужно выкупить эти экземпляры. И уже администрация этого сайта покажет альманахе на рассмотрение, предоставит, да, предоставит альманахе на рассмотрение большому жюри. В жюри входят очень известные российские писатели, такие как Полина Дашкова и Устинова, Лев Прыгунов, Вишневский. Очень известные сценаристы с Мосфильма, заместители главных редакторов, главные редакторы московских журналов. Вот. Но все это внешняя сторона, внешняя сторона. А сколько стоит издастся вот в этом альманахе? Примерно, чтобы представляли, какие жертвы нужны, материальные жертвы нужно внести в творчество. На странице там стоит тысячи рублей российских. Это пять тысяч тенге. Вот если даже в среднем издать несколько рассказов, несколько стихотворений, это обойдется где-то, наверное, тысяч двадцать. То есть это около ста тысяч тенге. Плюс поездка, плюс выливалось бы в огромную сумму. Если, допустим, молодому человеку в 25-30 лет это было бы действительно интересно, это его окрыляло, ты что-то посчитал, мне как-то не очень интересно стало. Вот. Ну, с другой стороны, это как бы для города это очень хороший уровень. Это очень приятно, что именно наш город отметили. Вот была номинирована одна из моих, одна из моих миниатюр о осени уральской на премию «Писатель года России». Ну, это все-таки же наша уральская осень была номинирована. Ну, да. Настырно. Они год за годом, я отказывался, извинялся, говорил о том, что нет средств. А если вам нужно, вы издайте за свои. Мы учтем ваше мнение, они мне пишут, мы учтем ваше мнение, конечно. Вот. И последняя, конечно, номинация была самая. Они так и вот четвертые, четыре раза они меня номинировали. Три раза «Писатель года» и один раз «Произведение года». И последняя, пятая номинация была самая, конечно, интересная. Премия эта называется «Наследие». Ее патронирует ее высочество, великой княгиня Мария Владимировна Романова. Значит, представитель жюри там Иерей Московский, Московской патриархии, Архимандрит. Сейчас, не знаю, фамилия. Вот. Это очень... Они, по всей видимости, брали благословение у патриарха на это дело. Вот. Это, конечно, очень-очень такой ответственный момент. В сентябре будет награждение, но тоже там у них там очень тарифы дорогие. Там за одну страницу там. Откуда черпаете вдохновение? Вы знаете, по-всякому. Я интересовался этой вещью, как вот с точки зрения психологии. Например, у Андрея Зацепина он рассказывал, как у него появляются мелодии. Или там еще у каких-то других писателей. Вот. Прежде чем стихотворение написано, возникает ощущение того, что оно уже готово. Вот у тебя внутри возникает ощущение. И ты просто садишься и записываешь. Потом там, получается, где-то вот какие-то ошибки стилистические. Может, рифму не так все. Но это уже дописывается. В течение, допустим, недели. Аккуратно, не спеша. То есть ты понимаешь, потом уже, когда ты свои ощущения прочувствуешь, ты понимаешь, что да, как будто тебе его дали, ты его только записал. Это приходит откуда-то сверху. Сверху откуда-то. Это все равно энергия. А вернемся, например, к миниатюрам. Вот ощущение, что хочется перейти от рифмы к прозе. Откуда она появилась? Что хочется более широко. Да, вы знаете, вот поэтическое, оно связано, наверное, с состоянием души. Когда я потерял близкого человека, и оно как бы... Вот это горе, что ли, вот эта печаль, она выходила из меня вот этими стихами. И вот прошло время. Я начал успокаиваться. Я это заметил по себе. Я начал успокаиваться. И чем я вот спокойнее становился, тем меньше было стихов. А потом перешел на такой ритм, допустим, написания, что, ну, раз в три месяца, в четыре месяца, может, раз в полгода. Но оно очень хорошее, оно мне нравится. Действительно нравится. Не то, что ты там рифмуешь, рифмуешь слова, а вот действительно пишется такое, что оно действительно тебе нравится, радует. Заходит... Там больше десяти тысяч писателей, этих читателей у меня. И это идет отметка вот там. Причем отметка такая. Вот если кто-то зашел безымянный, незарегистрированный на прозе, то он у тебя не отметится. Там отмечают. Только вот кто у нас зарегистрировал, то есть авторы, коллеги. Вот заходит, вот их... Вот таких у меня десять с половиной тысяч читателей. Сначала писали рецензии. Потом рецензии перестали писать. В силу того, что ну просто зайдут, почитают. Для души, да. Ну что там обменяться? Хорошо и хорошо. Это когда тебе вот хочется там... Или что-то, какие-то шероховатости видишь. Что-то поправить. А когда оно красивое стихотворение, ты заходишь просто вот... Ну как бальзам для души. Ты успокоился, ты прочитал его. Вот человек, часть своей души. Вот стихотворение, это как часть твоей души. Вот ты поделился своей душой. Кто-то зашел, посмотрел, говорит, да, здорово, красиво. И немножко ему стало лучше. Ну и слава. А про миниатюра. Вот этот пласт мы сейчас рассмотрим. Почему именно миниатюра? Почему не рассказ, у тебя любви, роман, возможно? Ну это, знаете, скорее всего, от того, что характер такой. Я не люблю растягивать. Растягивать. Хлёстка, ёмкой. Опа. Да, краткость, сестра таланта, как Чехов говорил. И поэтому я очень люблю Чехова, особенно его смешные и короткие рассказы. И поэтому я исходил из этого. А тема у нас сейчас настолько жизнь интересная. Тема, вот так глянись, вот тысячи тем вокруг. Хочешь политика, хочешь жизнь, хочешь быт. Любая тема. Торговля, работа, власть, отношения в обществе, мораль, нравственность. Вот всё это раз ложится и в очень интересной форме. И настолько... Вот если есть у тебя работа, ты работаешь, да? И в это главный лозунг работы твоей повседневной, это где-то надо. А когда ты садишься, работаешь, иногда ты можешь полночи просидеть над миниатюрой, затачивая какие-то фразы, слова подыскивать, да? Ты вроде кажется устаёшь, на самом деле не устаёшь. На самом деле у тебя как будто пребывает энергия, когда ты пишешь, и оно тебе нравится. Как это интересно, такую силу тебе даёт. А вот о жизни вопрос такой. Рождались какие-нибудь рифмованные ответы на, может быть, агрессию или друзьям что-то, подкол какой-нибудь? Вот как у Пушкина эти небольшие четверостиши, которые сейчас передаются из издания в издание, и в школе их даже учат. Когда мы попали к этому, к Алексею Михайловичу Святыню на Царство Небесное, он вёл первый наш элит-кружок, первый наш элит-опытный, и там сначала была очень небольшая, очень грубка, а потом, значит, там начали к осени, лето, жарко, к осени начали собираться так называемые мэтры, которые уже давно к Алексею Михайловичу ходят. И вот они, значит, такие, ну, как мастер такой, я там, ну чё вы там пишете-то? И вот он, значит, приходит и начинает учить. Так, чё-то у вас там рифма не хватает, и этого не хватает. Я это сразу зацепил. Вот он сам не пишет, не критикует жестко. Ну, а с такими скалючками. Самая лучшая критика, это те, которые не имеют отношения. Я взял, и я написал ему ответ такой. Ты пришёл, сказал, я мастер, вы писали не про то. Не хватает рифмы, счёту, покрой не тот в пальто. И вот сейчас два его дочитать это. А там дальше идёт, там и ЦРУ, и Госдепу, там вот такой вот навешан. Интересно. Ну, и стихотворение, которое мы подготовили, которое связано с нашим телеканалом, такая небольшая предыстория, очень интересная. Ах, да. Вы знаете, я как-то познакомился я с вашими, с журналистами, молодёжь, мне чрезвычайно нравится, очень талантливая, умная, красивая. И они мне, они знают, да, что я пишу, заходят на страничку. И как-то позвонили мне и попросили Игоря Львовича, вы не могли бы написать нам стихотворение? Я говорю, какое стихотворение? Он говорит, ну, вот это, помните, у Пушкина, очевидно, невероятно, когда капицы вёл, и опытцы нашибы трудных, и гений, парадоксы вдруг. Я думал, думал, потом вспомнил, уже трубки положили. Потом вспомнил, думаю, они же мне не сказали, какая передача, тема, какая стихотворение. Думаю, нет, перезванивать не буду, перезванивать. Вот сейчас сяду, и что напишется, то и напишется. И вот такое стихотворение написалось. А написал об Уральске. Мой город ласковый степной, В твоих объятиях колыбельных Я слушал за окном метели, И май шумел весны листвой. Наставник юности прекрасной, Талантов вдохновителя мой. Ты город славный и старинный, Чудесный, мудрый и родной. Здесь бабе лето, словно рай. Здесь реки шепчут, как свирели. Здесь церковь колокольным зоном пели. Цветит ему родимый край. Лик светел, тело, как гранит. Ты на границе духа империи. Люблю. С надеждой Божией верю. Господь его всегда хранит. Прекрасное стихотворение о нашем родном городе, Которое, пожалуй, не могли не затронуть, Потому что у меня лично побежали мурашки. Вот энергия есть в стихотворениях, И она никуда не девается. Каждый раз мы читаем какое-то любимое стихотворение, Каждый раз мы вникаем в него по-новому, И каждый раз на нас снисходит эта самая энергия. Игорь, мы желаем от нашего телеканала вам успехов больших, Чтобы судьба была к вам благосклонна, И, возможно, на территории бывшего СССР Будет новый большой талантливый автор Игорь Шевченко. И будет он родом из нашего Уральска. И будем мы гордиться, И будем передавать из уст в уст, Что вот рядом с нами живет такой прекрасный человек. И даже когда-то прижимали руку. Вот. Давайте. Дорогие телезрители, Вы тоже должны надеяться на лучшее, Как и гость нашей сегодняшней студии, Потому что мысли, они материальны. Самое главное, четко представлять ту цель, Которой вы идете, и все у вас получится. Сразу после программы смотрите гороскоп, Который подскажет, что ждать от дня сегодняшнего, 18 мая. Среда на календаре, ровно половина недели. Поэтому, дорогие друзья, приложите все силы, Чтобы ваша работа спорилась на все 100 с лишним процентов. Отличного настроения, хорошего рабочего дня. До скорых встреч. Вы вступили в счастливый период. Успех может сопровождать все ваши дела. Предстоящая поездка обещает быть не просто интересной, Но и выгодной. Будущее деловое сотрудничество чрезвычайно плодотворно. Однако с принятием кардинальных решений стоит повременить. Путешествия и поездки отправляться пока не спешите. Лучше отложить их. Делец. День символизирует переход в новое духовное состояние, Перемены. Тельцам будет трудно выбрать определенную линию поведения, Которая бы не допустила негативного развития событий. Решайте сложные вопросы, исходя из конкретной ситуации. В любом случае, будьте бдительны, держите руку на пульсе. Близнецы. День символизирует обновление, очищение, солнечный свет. Удачные короткие поездки, отдых на природе прибавит сил. Стремитесь к этой новизне, задумайтесь о чем-то новом или по-новому. Вы ясно увидите, что происходит, и все станет проще. Рак. Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающихся производственного процесса, начальство вас примет на ура. Не стесняйтесь показать все, на что вы способны. Лев. День символизирует перемены, обновления, начало нового этапа в жизни. Многие львы будут готовы вносить изменения в свою жизнь. Неплохой момент для начала воплощения многих начинаний и реформ. Если вы ищете спонсора, готового вложить средства в ваши научные разработки или творческие проекты, помните, что велик риск нарваться на мошенника. Дело. Возможно, в вашем доме может воцариться непринужденная, теплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки. Весы. Ваша активность непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Наиболее успешны будут те весы, которые занимают подчиненное положение. Не оставляйте без внимания поступающие предложения. Используйте все возможности для того, чтобы научиться чему-то новому. Скорпион. Это прекрасное время для тех, кто всегда готов к действию и творчеству. Положение планет не склоняет следовать за толпой. Найлучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не шоу-бизнес. Стрелец. У многих стрельцов появятся возможности как для духовного развития, так и для практического применения прошлого опыта. Можете приступать к новым делам. Верьте в себя и в свои силы, с упорством воплощайте свою мечту в жизнь, даже если это невыносимо трудно. Козерог. Сегодня в любой ситуации козерогам придется полагаться только на себя, так как помощи будет ждать неоткуда. Продвигаясь вперед, вы должны уметь лавировать, чтобы никого не задеть. Если вы справитесь с этой задачей, то многого достигнете. Водолей. В общем и в целом, водолеям может прийти на помощь счастливое истечение обстоятельств. Появится возможность сделать крупную покупку или получить ценный подарок. Пусть у вас будет не так уж и много свободного времени, чтобы расслабиться и заняться домашними проблемами, но вы всегда держите их в подсознании, умудряясь по дороге с работы приобрести все необходимое для домочадцев. Рыбы. Гармония планет сделает третий день недели исключительно благоприятным для встреч и общения с родственниками и друзьями, которых можно позвать в гости и порадовать изысканными блюдами и напитками. Воспитывайте в себе терпимость к недостаткам людей. Ваша задача – совершенствовать связи между людьми. Вы будете счастливы только в обстановке духовной близости и благожелательности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова